Погорельцев из Макапсе поселили в санатории. По распоряжению главы Сочи им подыщут новое муниципальное жилье. Сочи в тройке самых безопасных городов страны. Итоги работы за минувший год подвели в Управлении внутренних дел. Первый день рождения отметила Академия детства. Детсад с таким названием год назад был открыт в Кудепсте. В Сочи собрались лучшие молодые фехтовальщики России. На курорте стартовало первенство страны среди юниоров. Глава Адыгея уходит в отставку. Прошение Аслана Тхакушинова оставить пост руководителя республики одобрил президент России. За укрепление дружбы народов Адыгеи и Кубани экс-главу поблагодарил Вениамин Кондратьев. В адрес Аслана Тхакушинова губернатор края направил телеграмму. Вы всегда выступали за укрепление наших связей во всех сферах, сохранение наших общих традиций и ценностей, за то, чтобы люди, живущие на разных берегах реки Кубань, чувствовали себя не просто соседями, а одной большой семьей. Вы всей душой болеете за будущие республики, хотите видеть ее просветающей и сильной. Уверен, вы сможете еще многое сделать для своего региона, а инициированные вами проекты обязательно воплотятся в жизнь и будут способствовать дальнейшему развитию Адыгеи. На пост главы Адыгеи Владимир Путин поддержал кандидатуру Мурата Кумпилова, а сейчас он занимает должность председателя парламента Адыгеи. Сменщик Тхакушинова поблагодарил президента за оказанное доверие и пообещал продолжить политический курс республиканских властей. На Кубани восстановят белореченский лесопитомник. Он был заброшен 10 лет. Такое поручение дал губернатор на краевом селекторном совещании. На нем обсуждали состояние лесополос в регионе, а также развитие сети пищевых элеваторов. Все подробности в материале наших краснодарских коллег. Во время жатвы трактористы и комбайнеры и зимой санитары лесополосы. С бензопилой, газонокосилкой, аграрий чистят зеленые насаждения вдоль посадки. Пешком проходят несколько километров. Любой фермер знает, чтобы урожай был хороший, за лесной полосой нужно ухаживать. Просто в русском языке сказать, здесь был дремучий лес. Достаточно большие поросы, деревья все повалены. И вот здесь, где мы с вами сейчас находимся, справа, слева стояли два ряда аварийных деревьев, которые в непогоду падали. Большинство лесополос в Краснодарском крае закладывали еще в 50-60-х годах прошлого века. Предназначенные для защиты полей от воздушной эрозии в последние десятилетия насаждения пришли в запустение и разрослись, захватывая все больше пахотных земель. Откладывать решение проблемы значит угрожать развитию сельскохозяйственных территорий региона. Лесополосы необходимо привести в порядок, заявил губернатор на краевом селекторном совещании. Сегодня они уже сыпятся, сегодня они уже умирают. Кто вообще сегодня будет заниматься лесополосом? Чем мы ждем? Лесополосы это основа сегодня нашего земледелия. Каким можно сделать так, чтобы они были закреплены за конкретными владельцами или эрозаторами земли и четко они отвечали за состояние лесополов? Они разграничены, это разграничена. И так и так могут быть в том числе и на землях. А когда вы разберетесь, Сергей Павлович? Пениамин Иванович, вот в этом году... Слушайте, вы выйдите в поле из города, понимаете, в степь, посмотрите, что происходит с лесополосами. Дайте мне четкий алгоритм, что делать с лесополосами. В краевом ведении сейчас находится почти 77 тысяч гектаров лесополос. Всего в регионе их 125 тысяч гектаров. Но даже если за каждой территорией будет собственник или арендатор, для восстановления защитной зелени нужны саженцы, деревьев и кустарников. Вениамин Кондратьев предложил возродить белореченский лесопитомник, который был заброшен 10 лет. Это единственное производство в крае, занимающееся выращиванием посадочного материала для леса. Станица Капанская, так называемый пищевой элеватор, еще одна из приоритетных задач по развитию сельского хозяйства на Кубани. Будь то огородникам, выращивающим в свободное время на участке картофель, или фермер с полями, тут всегда готовы купить овощи и фрукты. В этом году было принято более 100 тонн только от населения. Чеснок, картофель, морковь, лук, свекла, весь, все плодовощное направление, яблоки приносили. Основная цель, конечно, привлечь ЛПХ, население, для работы в огородах. Продуктами, купленными у фермеров, обеспечивают детские сады и больницу района. Пищевые элеваторы гарантируют аграриям сбыт продукции, тем самым дают возможность увеличивать объемы производства. Работают подобные комплексы на основе сельхозкооперативов. Однако почти за два года, когда об этом начали говорить, в крае появились всего три логистических центра. В Ейском, Брюховецком и Кореновском районах, что для аграрного региона явно недостаточно. Сегодня создана программа развития кооперации. Туда заложены средства, порядка 300 миллионов рублей. По этой модели в 2017 году мы будем развивать кооперативное движение с учетом строительства новых логистических центров или овощихранилищиков. Мы уже полтора года развиваем. Но когда мы можем сказать, что мы развивали? Сегодня мне очень важно, чтобы любая переработка была загружена на основе местной сырьевой базы. Мы же говорим о том, что сегодня рынок сбыта. В первую очередь мы отдаем нашим селянам. Так отдайте им эту возможность. Но чтобы я ни от кого не слышал, я хочу ни от феймеров, ни от личных способных ходить. Это значит, что они не могут сдать свою продукцию на ближайший какой-то перерабатывающий комбинант. Если я это услышал, когда мы поедем, то кадровые выводы будете делать полностью. Или сами уже их сделают. Затягиваются сроки в строительстве промышленных парков. Площадки с необходимой инфраструктурой, где разместятся производственные комплексы, появятся в Услабинске, Тимошевске, Станицы Павловской и Краснодаре. Губернатор напомнил, задержки недопустимы. В данный момент ведется уже строительство подстанции на восточной промзоне. Когда мы запустим промпарк? До конца 2017 года мы планируем, что... В этом году мы... А что мы в том, что мы планируем? Строительство инфраструктуры сейчас идет. Гадали ее настроить? Ждем изменения законодательства. На ближайшую сессию она будет выяснена. По предоставлению управляющим компаниям земель без торгов. Далее, соответственно, корпорация развития будет предоставлять эти земли в соответствующих промпарках потенциальным резидентам. Вот там можно заводить инвестора и все. Кто мешает? Сегодня заводить. И пусть тоже параллельно строят. Объем привлеченных инвестиций должен быть не ниже, чем на уровне прошлого года. С потенциальными резидентами промышленных парков уже заключили 11 соглашений. Чтобы улучшить инвестиционный климат в крае, Вениамин Кондратьев поручил проработать вопрос с естественными монополиями, которые часто завышают стоимость подключения к электрическим сетям и водоснабжения, что заставляет крупный бизнес уходить в другие регионы. Александр Иванченко, Мария Крошная, Мария Хашобина, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Праздник Акул-Пера. Сегодня в России отмечают День печати. Поздравления принимают пишущие журналисты. В честь праздника в музее имени Коваленко открылась выставка. Там можно увидеть старые газеты и аппаратуру, на которой работали средства массовой информации в прошлом веке. Экспозицию посетил губернатор края Вениамин Кондратьев, поздравил кубанских журналистов с профессиональным праздником и пожелал пробивать любые стены ради честной информации. Общество и журналистика, они неразрывны. Народ, он требует правду, он требует осведомленность, он требует информацию, которая позволит ему ощущать себя, по крайней мере, в активной фазе жизни. Достоверность и беспристрастность. Вот это тот критерий, который сегодня необходим обществу. Порой сложно унять собственные амбиции, собственное мнение, собственную позицию ради достоверности и беспристрастности. Но на это есть тот журналист, который может это сделать, настоящий журналист. Любую утку, как у вас говорят, запустить очень легко, а поймать ее очень сложно. Поэтому информация, которая выходит на страницах газет или вообще в целом средствах массовой информации, конечно, должна быть проверенной. Конечно, должна быть объективной. Глава региона вручил сотрудникам краевых СМИ памятные грамоты. Некоторые удостоились звания заслуженного журналиста Кубани. Единый эскипас введут на горнолыжных курортах Сочи. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кабмина списке решений по итогам состоявшегося совещания об использовании спортивных и туристических олимпийских объектов. Его провел в Сочи вице-премьер Дмитрий Медведев. Предложения о механизме и источниках финансирования проекта по объединению горнолыжных трасс курортов Роза Хутор, Горки Город, Горно-туристический центр Газпрома, Альпика Сервис с внедрением единого эскипаса должны быть сформированы до 6 марта, говорится в сообщении. Премьер также поручил Министерствам культуры, финансов и эконом-развития представить до 26 января предложение о предоставлении субсидий из федерального бюджета туроператорам, обеспечивающим дополнительный туристский поход на приоритетных туристических направлениях в низкий сезон. Кроме того, властям Краснодарского края, Минфину, Минтрансу и РЖД до 1 апреля необходимо принять меры по увеличению количества электропоездов «Ласточка» на этот год, сообщает ТАСС. Краснодарский край представит на инвестиционном форуме в Сочи свыше 500 проектов. Особое место в презентации инвестпотенциала региона займут проекты в различных секторах зеленой экономики. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что сейчас край формирует предложения на базе имущественных комплексов предприятий банкротов и неиспользованных производственных мощностей. Кроме того, учтен успешный опыт прошлого года, когда на форуме большой интерес у инвесторов вызвали идеи, предложенные физическими лицами и малым бизнесом. Сейчас активно ведется работа над тем, чтобы на форуме 2017 года подобные проекты были представлены в наибольшем количестве и максимально готовы для реализации, отметил Кондратьев. По словам главы края, предстоящий форум станет своеобразным экзаменом для регионов на готовность мыслить по-другому. При этом необходимо, чтобы работала не только бизнес-составляющая, но прежде всего решались реальные вопросы жителей края, создавались рабочие места, производство, повышалось качество жизни. И продолжаем. Администрации города и Лазаревского района продолжают оказывать помощь жильцам сгоревшего в Макапсе 10-квартирного жилого дома. Пострадавших разместили неподалеку в туркомплексе Андрея Нова в номерах класса «Люкс». Здесь же поселили дежурного врача, привезли необходимые медикаменты по просьбе пострадавших. По поручению Мэра Сочи глава Лазаревского района Сергей Бражников не только лично руководил размещением погорельцев, но и проверил качество номеров, в которых расселили людей. Проконтролировал, как организовано трехразовое питание. Хороший номер. Спасибо. Хороший с балкончиком. С балкончиком прям. Уже сегодня. Столик здесь, смотри. Столик сегодня. Тепло? Тепло. Тепло, хорошо? Да. Так, здесь у нас двух комнатный номер, хороший такой. Да, ну вот на четыре человека. Хороший с кухонкой, кухня даже. Так, кухонька, все. Телевизор, все здесь. Хороший номер, «Люкс». Вы довольны, да? Ну, на первое время, конечно, спасибо. Тепло, главное, помыться, где есть. Конечно. Горячая вода есть? Есть. Поддержку оказал социально ориентированный бизнес. Генеральный директор Андрея Анова в ответ на просьбу властей оперативно подключил к теплу и электричеству целый жилой корпус, чтобы люди, в одночасье потерявшие единственное жилье и большую часть имущества, не испытывали бытовых неудобств. На Руси всегда было так. Ты не смотришь, хороший ты человек или плохой. Просто есть беда. И здесь думать об этом не надо. Нужно просто сделать то, что ты должен сделать как человек. И все, и не надо ждать никаких благодарностей. В Лазаревском районе организован сбор благотворительной помощи пострадавшим от пожара жильцам. Ежедневно сердобольные лазаревцы, в числе которых немало предпринимателей, несут все необходимое. Семьям, где есть школьники, уже передали полные комплекты детской одежды, школьную форму, ранцы. Жители же сгоревшего дома постепенно отходят от шока и в первую очередь думают, что делать дальше. На этот счет у властей уже есть конкретный план действий по оказанию необходимой помощи. В туркомплексе Андрея Ново, где пострадавших разместили в первый же день, они проживут две недели. Затем планируется переселить их в благоустроенные съемные комнаты или квартиры в Лазаревском районе, аренду которых будет оплачивать городской бюджет. До тех пор, пока люди не получат от властей жилье из муниципального фонда. То есть бюджет платит деньги, и мэр принял решение, Анатолий Иванович Пахом, платить всем семьям, пострадавшим. Поэтому жилье должно быть достойно. Мы не ожидали, что так все быстро, оперативно, все службы окажут помощь в размещении на ночлег, организация горячего питания, проживание, медикаменты. Все было предоставлено, предметы гигиены личной. Знаете, даже как-то и не верится, что в наши дни такое возможно. Мир зачерствел, нет. Наверное, мы ошибались. От лица всех пострадавших хочу выразить благодарность. Главой Сочи принято решение о разовой денежной компенсации пострадавшим от пожара. Всем жильцам сгоревшего дома специалисты районной администрации оказывают помощь в оформлении документов и поиске жилья. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Курорт Сочи, претендующий на звание международного, является одним из наиболее комфортных и безопасных. Такую оценку дают горожане и гости города. Но за получением подобного статуса стоит огромная работа, в частности, сотрудников внутренних дел. Сегодня в управлении ведомства подверли итоги работы прошлого года и определили приоритетные направления дальнейшей деятельности. Тему продолжит Рината Шипулина. Служебная деятельность сочинской полиции в целом получила достойную оценку руководства управления. Служащие ряда подразделений были отмечены медалями и грамотами. Знак подсчета в том числе получил и участковый отдел полиции Хостинского района Владимир Новиков. Находясь в гостях, он стал свидетелем возгорания соседнего дома и спас, по сути, главу семьи – отца семерых детей. Из огня вынесли детей, вывели их мать, которая и сказала, что в доме остается ее муж. О произошедшем майор не рассказал. Коллеги узнали от очевидцев события. Я, чтобы под руки попалось, накинул на себя, чтобы строительный материал горел, он начал капать, и чтобы как-то не обжечься. Там уже его на входе, как бы я лежачим увидел, наверное, наглотался дым у этого, ну, вытащил его оттуда. Примеров достойного выполнения служебного долга и просто человеческого немало и в рабочих буднях сотрудников управления, говорит его руководитель Василий Умнов. Но не всегда они становятся достоянием общественности. В этом и заключается профессионализм деятельности подразделений ведомства, работа которого строится сегодня на взаимодействии всех структур. Подводя итоги оперативно-служебной деятельности за отчетный период, следует отметить улучшение оперативной обстановки в структуре преступности. И задача полиции, спецслужб, прокуратуры, администрации – еще плотнее совместная работа по искоренению тех фактов, которые иногда появляются в нашем городе. И не допускать возврата в прошлое. Высокий профессиональный уровень сотрудников внутренних дел отметил и глава города Анатолий Пахомов. Это подтверждено проведением в Южной столице целого ряда мероприятий с большим скоплением людей. Обеспечение безопасности во время таких событий – важнейшая задача, с которой успешно справляются подразделения УВД. Очень достойно личный состав полиции сработал во время новогодних и рождественских праздников. В целом, не только губернатор, но и президент Российской Федерации оценили работу Сочи на отлично. По оценке самих гостей курорта и жителей города, город Сочи по безопасности в стране находится на третьем месте. Но если взять, что первые два города, которые впереди находятся, это закрытые города, а город Сочи – это курортный, гостевой город, то мы с вами просто молодцы. Жители это оценивают. Приоритетными же направлениями в работе ведомства на ближайший год по-прежнему останутся обеспечения безопасности, в том числе и при проведении международных мероприятий, а также профилактика. Большее внимание, подчеркнул глава ведомства, будет направлено на раскрытие и пресечение правонарушений. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи, в реке Западный Дагомыс, накануне обнаружили тело мужчины. Очевидцы сразу же вызвали полицию. Выездом на место происшествия установлено, что 12 января 2017 года в полдень в реке Западный Дагомыс, поселка Дагомыс, Лазаревского района города Сочи, обнаружен труп неустановленного мужчины. На вид 45-50 лет предварительно лица без определенного места жительства. Видимых признаков насильственной смерти в ходе осмотра трупа и места происшествия не обнаружено. Предварительной причиной смерти по результатам судебно-медицинского исследования трупа стало заболевание, обусловленное злоупотреблением алкоголем. С сведениями о криминальном характере смерти следствие в настоящее время не располагает. По факту смерти проводится проверка в порядке статей 144-145 Уголовно-процессионного кодекса Российской Федерации, в ходе которой будут проверены все возможные версии произошедшего. В Сочи проведена социальная кампания «Не провоцируй на удар в машине ребенок». В рамках краевой кампании инспекторы полка ДПС и отдела ГИБДД проводили с водителями беседы о необходимости применения при перевозке детей специальных удерживающих устройств. Вручали наглядную агитацию, а также наклейки с официальным лицом кампании. Это Дмитрий Пирог, президент благотворительного фонда, многократный чемпион мира по боксу. Также инспекторы напомнили, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрен административный штраф – 3000 рублей. В связи с недавней трагедией гибелью пассажиров самолета Ту-154 вблизи побережья принято решение об отмене в этом году крещенских купаний на Адлерской морской набережной. Обряд будет проходить на территории Свято-Георгиевского женского монастыря возле села Лесное. Администрация города просит всех жителей и гостей курорта с пониманием отнестись к этому решению и не совершать крещенских купаний на пляжах Адлера. Список же оборудованных для купаний мест размещен на нашем сайте fkt.com. Ну и к другим новостям. Башню-флагшток «Дружба народов» в Сочи построят в конце следующего года. Эта дата ориентировочная, пока же проект на бумаге. Он уже прошел ряд публичных обсуждений и готовится к согласованию в Минстрое. Авторы проекта сегодня провели третью по счету встречу в мэрии Сочи, расскажет Татьяна Говоркова. Проект «Башня-флагшток «Дружба народов» действительно масштабный. Над его разработкой уже пятый год работают профессионалы своего дела – архитекторы строительной компании, администрация города и идейные вдохновители. Это в том числе и известный телеведущий Николай Дроздов. Сегодня он выступил перед делегацией организации «Держава 21 век», которая инвестирует в строительство. В Новый год мы входим, как говорят строители, на решающие стадии, ну, правда, стартовые стадии, конечно. На этом этапе очень важна совместная коллективная работа. Поэтому сегодня мы озвучим и утвердим оргкомитет проекта. Это важная структура для решения многих вопросов будущего проектирования и строительства. Проект намерен стать новым символом Сочи. Он имеет социальную и культурно-образовательную функцию. На объекте, который состоит из двухэтажной силобатной части высотной, будут размещены ресторанные комплексы с национальными кухнями, выставки, музей олимпийской славы и семинар-залы. На башне высотой порядка 77 метров планируется проводить свадебные церемонии и экстремальные прогулки под небом. Архитектурный облик башни «Флагшток дружбы народов» перекликается с объектами Олимпийского парка, где она и будет расположена. Сейчас очень важно нам в очень короткий период завершить подготовительную работу и представить все материалы в Министерство строительства для того, чтобы был рассмотрен наш проект и мы в ближайшее время приступили к его реализации. На реализацию проекта по подсчетам специалистов потребуется два года и восемь месяцев. В зависимости от старта строительства башня в Олимпийском парке откроет свои двери ориентировочно в конце 2018 года. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Первый день рождения отметил детский сад в Хостинском районе Сочи. 140-ое дошкольное учреждение было открыто в конце 2015 года в Кудепсте и получило название «Академия детства». На годовщину детсадовцы представили свои творческие достижения, а педагогический коллектив принял участие в манекен-челлендже. Подробности в нашем сюжете. Эту стройку тогда окрестили народной. Чтобы к Новому году предоставить больше 300 путевок юным сочинцам, администрация города работала на пределе возможностей. Академию детства построили за 7 месяцев. И вот год спустя у дошкольного учреждения не только современный дизайн, но и дружный профессиональный педагогический коллектив. В свой первый день рождения детский сад встречает самых близких друзей, сотрудников управления образования и науки, заведующих других дошкольных учреждений и меценатов, благодаря которым Академия детства воспитывает больше 300 талантливых юных сочинцев. Здесь профессиональные педагоги обучают детей разным предметам, наукам и спорту. Это кафедра и воспитания олимпийских талантов, это и кафедра изобразительного искусства, это кафедра изящных искусств. А по сути дошкольное детство – это игра. Большая, красивая, добрая, веселая игра. Успехи и достижения воспитанников Академии были представлены в тематическом интерактивном квесте, который сопровождался новым мировым интернет-флешмобом «Манекен Челлендж». Юные академики показали также свои актёрские таланты, читали стихи и спели на латинском языке. В день рождения по традиции звучат слова пожеланий и благодарности. Успехов, процветания и роста Академии детства пожелали все гости праздника. Главное слово – от Управления образования. Слова благодарности в англии, сходи повторяюсь, администрации Краснодарского края. Не забываем, что из 220 миллионов 95% – это были деньги края. Спасибо. Действительно, спасибо. Огромное. Слова благодарности администрации города. И лично Анатолию Николаевичу Пахомову, который был здесь, начиная от генерального подрядчика на всех должностях абсолютно, и заканчивая просто последним маляром, прорабом, я не знаю, он делал всё. Вот и в свидетельстве о рождении детского сада город Сочи значится отцом, и внимание каждому дошкольному учреждению курорта уделяется ежедневно. Завершился праздник по народному – чаепитием, тортом, угощениями и сюрпризами. А у города в этом году новый подарок сочинцам – детский сад «Влоо» на 210 мест. Татьяна Говоркова, Демидь Даниловский, телекомпания «ФКТ». В Сочи собрались лучшие молодые фехтовальщики России. В Федеральном центре единоборств «Югспорт» стартовало первенство страны по фехтованию среди юниоров. Участие в нём принимают и лидеры мирового рейтинга. В итоге через неделю будет определён состав сборной, которая будет защищать российский триколор на первенстве мира весной. Слово Инги Габешия. Данное первенство фехтовальщики называют не только решающим, но и главным внутренним турниром. Выяснять, кто же достоин звания сильнейшего, будут все шпажисты, раперисты и саблисты. Среди них чемпионки и чемпионы Европы – Филина и Охотникова, Кныш и Рассолов, а также чемпион мира 2016 года Георгий Бруев. Он сегодня выступает. Это его последний нью-йоркский возраст, поэтому один из фаворитов. Но, скажем так, ребята, есть и другие фамилии, которые ярко выступали в течение прошлого сезона и этого. Поэтому мы не будем забегать вперёд, просто мы назовём того человека, который уже свою работу сделал в прошлом году. У нас идет финальная стадия отбора на первенстве Европы и мира, и это соревнование, которое будет определять состав команды. Первенство Европы пройдёт в начале марта, а мира – в апреле в болгарском Пловдиве. Главная награда спортсменов – это, конечно же, путёвка на эти центральные события. Но и борьбу за титулы здесь никто не отменял. В сегодняшнем личном турнире юниоры взялись за шпаги. В этом виде фехтования 98 участников из 19 регионов страны. Оценить лидеров приехали заслуженные и известные фехтовальщики России. Очень много именитых у нас специалистов и тренеров здесь. Значит, приехал на весь турнир наш прославленный саблист, четырехкратный олимпийский чемпион Виктор Алексеевич Кровопульский. Посмотрите, по залу очень много олимпийских чемпионов-чемпионов мира. А юниоров мы не будем пока захваливать. Они начинающие спортсмены. Мы надеемся, что в следующий олимпийский цикл и через цикл они выйдут на ведущую роль. А пока весь Дёргий брует. Всё, пока достаточно. Фамилии членов юниорской сборной России назовут 20 января. Инга Габейшая, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В завершении выпуска информация от наших партнёров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное бельё, пошив, штор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.